Это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых» Тема сегодня сложная Я на эту тему читал лекции И в зале, как правило, был плач Рассказываю Тема про детей и родителей Это такая тема про детей, про школу Про отметки, слушается, не слушается Курит, пьет Ручки не убирает, посуду не моет Бегает от матери к отцу Потому что манипулирует Понятно? И как бы все сладко И про маленьких детей А вот тема про взрослых детей и пожилых родителей Я бы даже сказал, там есть определенная чернуха в этой истории Объясню Не у всех же в детстве были хорошие отношения с родителями И когда дети вырастают Они часто вот этот ввоз тяжелых отношений с папой и папой Или с кем-нибудь одним Везут до, я не знаю, седых волос Например, человеку 30 лет, 40 лет, 50 лет А его родителям 50 лет, 60 лет, 70 лет, 80 лет Отношения как были плохие в детстве С обидами, с недоскаженностями, с претензиями Так они и остаются Дети продолжают общаться с родителями Родители ведут себя часто непотребно То в жизнь залезут То критиковать начинают То советы дают То объясняют, что дети все не так делают Пытаются их контролировать, чтобы как бы тоже остаться в качестве родителей А детей держать за детей, а не за взрослых людей То же самое неуважение Попытка не считаться с ребенком, как будто ему не 40 лет, а 5 лет И вот когда на лекции эту тему поднимаешь Возникает вопрос Ну хорошо родители Они люди старые, пожилые, им это надо А вы-то зачем родной маме названиваете Если вы ее в глуши ненавидите, если вы в обиде Зачем вы отцу-алкоголику звоните И спрашиваете папу, как у тебя дела Если вы в детстве вообще его боялись и никогда не общались Ответ очень простой Слушайте внимательно Из-за страха, что когда они умрут Тебе с этим жить, и ты себе этого можешь не простить И вот этот страх чувства вины Страх не справиться с ситуацией, при которой родителей уже нету А ты будешь всю жизнь думать о том, что лишний раз не поднял телефонную трубку и не позвонил Это жуткий страх, который заставляет тебя общаться с родителями Хотя тебе это неприятно и не нравится, но типа вынуждено Я не просто так эту тему поднял Она не такая тяжелая, потому что из нее есть выход То есть, говоря по-русски, можно сделать так Что вы будете общаться с родителем И это будет одно удовольствие Вот сегодня передача будет как раз об этом Как это сделать Я еще забыл сказать такую вещь, что до тех пор, пока вы не разберетесь С этими тараканами из детства С родителями У вас будут проблемы в жизни с другими людьми Поэтому тема очень важная Здравствуйте, Михаил Меня зовут Соня Мне 16 лет И отец с нами не живет Но мы с ним общаемся Проблема в том, что он звонит мне в основном выпившим И, соответственно, разговор идет не в то русло Параллельно этому я ощущаю нехватку отца Вот скажите, пожалуйста, как можно компенсировать эту нехватку папы И наладить с ним отношения Так как мне нравится слушать тот бред, который мне он говорит постоянно Спасибо, Мари Рассказываю Вот Соня написала нам письмо Очень такого обобщающего характера Потому что очень многие люди именно, например, такую проблему имеют История простая Дорогой папа, я тебя очень люблю Когда ты звонишь пьяный, я с тобой точно не разговариваю Ты просто тупо тратишь время Я кладу трубку и не надо на меня обижаться Когда ты звонишь трезвый Милости прошу, мы можем с тобой нормально общаться И никогда после этого не пытаться Не жаловаться Не говорить, папа, я же тебя просила Пьяный мне не звонить, пожалуйста Если папа что-то не понимает А мы понимаем с вами, что пьяный человек вообще мало что понимает Просто можете его номер заблокировать История вот какая Папа должен дойти в трезвом состоянии до понимания того Что или он делает то, что просит его дочь Или он как-то общается сам с собой Это кстати касается не только пьющих отцов Или матери, это касается вообще любого разговора Который вам неприятен, он вам навязывается А с подоплекой как-то с отцом разговариваешь Ты что себе позволяешь с матерью и так далее Вы на это говорите Дорогие родители, я вас люблю как родных И когда вы придете в сознание, я буду счастлив с вами нормально, полноценно общаться Но до тех пор, пока вы не в адеквате находитесь И звоните для того, чтобы меня расстроить Я не хочу иметь вот такое общение Поэтому я не готова с вами общаться Так как мне неприятно И это конечно Ой, у нас провязывался телефон Вы не поверите Добрый вечер Алло Добрый вечер Здравствуйте, как вас зовут? Вы меня слышите? Не то слово Практически вижу Как вас зовут? Виктор Виктор 40 лет Да, вот расскажите про проблемы с родителями, которым уже больше 40 лет, как я понимаю Да, родителям больше У меня вот с мамой вообще иногда возникают проблемы Я как понимаю, она меня очень любит, даже слишком любит И вот относится, как, наверное, к 10-летнему ребенку до сих пор А в чем это выражается? Что она делает такого, что вас, видимо, раздражает? Или что вы испытываете? Она задает какие-то вопросы, которые меня тут же взрывают Я начинаю нервничать Например? Ну, Витя, ты вот это будешь есть? Нет, спасибо, мам, я не хочу А вот это будешь есть? Нет, не хочу А давай вот это положу Нет, не хочу, мам, спасибо Мам, я хочу полежать Все нормально, все-все И вот в таком духе идет Вот, ну, я даже объяснить не могу Я понял А вы с мамой вместе не живете? Вы когда с ней встречаешься, в гости приходите? Или она к вам приходит? Как это происходит? Нет, мы вместе не живем С супругой вместе живем Вот по телефону иногда она звонит И какие-то вопросы прям вот Я не могу это объяснить Ну, я прям взрываться начинаю Вот как мы можем сделать так, чтобы Мама же вас любит, да? И вы маму любите Чтобы без, так сказать, фанатизма Но отношения были Вот вы как хотите? Как вы видите идеальный разговор с мамой? Ну, чтобы она в душ как бы не лезла То она иногда... У нее ощущение, что у меня все время что-то не то Виктор, вот я ваша мама Вот мне объясните так, чтобы я своим умом понял Что вы от меня хотите Давайте Обращайтесь ко мне Дорогая мама Я хочу Продолжайте Дорогая мама, я хочу, чтобы Ну Ты менее спокойно ко мне относилась Более ровно И... Что я не так говорю? Видите, что я не так делаю? Давай Что я не так делаю? Что я не так тебе говорю? Что опять не так? Не сюсюкайся со мной, мам А как с тобой говоришь? Что что ты сюсюкайся? Как я сюсюкаюсь? Расскажи мне Постоянно как бы навязываешь мнение Хочешь как бы в душу влезть Что я тебя навязываю? Что такое в душу лезть? Ведь я тебя не понимаю Ты зачем так с матерью говоришь? Что я тебе плохого сделала? Как я тебе в душу лезу? Что я тебе навязываю? Расскажи мне конкретно Ну вот так она не говорит Прям вот Я так говорю Вы должны маме сказать так, чтобы она поняла, о чем идет речь А нет мысли сына от матери издевается Виктор, сосредоточьтесь Нужна конкретика Мама должна, мама же сколько маме лет? 65 65 Ну молодая еще женщина Тем не менее Нужен конкретный разговор Вот знаете там Как это? Черно-бело не называть? Да и нет не говорить Можете конкретно сказать Что мама не должна говорить? В душу не лезть Виктор, это очень абстрактная фраза Вот я не понимаю Я как мать обижена на вас Я не понимаю, что вы от меня хотите Что че душу не лезть? Что это значит? Если я какую-то тему не хочу затрагивать в разговоре То не надо ее затрагивать Если я не открываю эту тему Значит я не хочу говорить об этой теме А что мать вообще не может с тобой уже ни о чем поговорить? Спрашивает мама Виктор На другую тему какую-нибудь перейти Откуда я знаю, что ты хочешь, а что ты не хочешь? Ну вот она прям знает вот место, когда я о чем-то переживаю И прям вот в это место начинает То есть я не хочу, чтобы мы с тобой обсуждали то, что мне неприятно Например, для того, зачем я переживаю, да? Да Еще раз, вот вы будете с мамой говорить Вы будете с мамой вообще говорить на эту тему? Виктор Ну, спокойно не получается говорить А зачем орать-то? Можно сказать спокойно Но вы маме должны объяснить очень конкретно Чтобы она не рыдала потом в подушку Я не знаю, что она от меня хочет Он надо мной издевается Вот для того, чтобы этого не было Вы должны очень конкретно объяснить маме Чтобы ребенок пятилетний понял, что вы не хотите Это все, что я вам хочу сказать Вам нужно Самому для себя Хотите, возьмите бумагу Возьмите ручку Напишите Вот очень конкретный текст Мама, вот это, это, это Вот белое, черное мы не называем И да и нет мы не говорим И мама знает, что конкретно эти темы у нас не работают То есть на эту тему мы не можем никак общаться Тогда мама, конечно, сначала обидится Ну, любой обидится Человек, который привык 40 лет Вести себя определенным образом А потом, значит Такой взрыв мозга Вдруг надо говорить по-другому Но В результате вы получите то Что мама начнет с вами считаться И говорить так, как вам комфортно и удобно Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте Одни мужчины, как интересно Как вас зовут? Здравствуйте Меня Андрей зовут Андрей, какая проблема у вас? Ох, у меня на самом деле она глобала Я попытаюсь ее как-то более кратко описать Но самый парадокс Сегодня как раз прочитал длинную притчу Еле осилил ее О обидах на родителей И целой истории жизни женщины Которая в результате посетила рак Потому что она носила в голове и сердце обиды Так вот У меня отец силовик Ну, скажем так, чтобы не конкретизировать И он, собственно, меня воспитывал в том же духе Ну, вообще, как бы Кто у вас отец? Кто он? Что там? Вы сказали, у меня отец кто? Силовик, силовик А, силовик, я понял, да Вот, и в некотором смысле была муштра, насилие дома И избиение, и унижение Там, ну, вплоть до такого Там самый цимис был, когда он меня перед всем классом унижал Я этого не помню, это мать рассказывала Меня аж скорую вызывали, потому что я что-то там Чуть ли не умирал от стресса Ну, вот, ну, как бы Снег сажал зимой на полчаса Как бы, ну, такие вот у него воспитательные меры были Вот, и суть в том, что в 15 лет они разъехались с матерью И у матери была куча ненависти, которую она выплескивала на меня Вот, на протяжении лет просто Ну, там где-то с 15 до 20 Каждый день я слышал, что я как отец А отец у меня полное чего Ну, там куча таких болезненных штук была Суть в том, что я где-то приблизительно лет в 25-26 Мне сейчас это 30 немножко, 32 почти Вот, где-то в 25-26 лет я по синей лавочке позвонил отцу И что-то там в новогодние праздники А, не-не-не, до этого еще, вру Он мне начал грубить в очередной раз А я тогда психоанализ проходил И у меня жизнь начала меняться И я, собственно, ему сказал, что не надо со мной так разговаривать Я уже взрослый человек Ну, где-то 24, да, 25-26 мне было Вот, а он меня не понял Я повторил еще два раза А потом прямым текстом подполил его туда О чем на радио нельзя говорить И, собственно, с тех пор он на меня обиделся И мы уже много лет не общаемся Но самое интересное в этой ситуации То, что я начальника в себе нахожу Я не знаю, даже не я нахожу Ну, как бы это же обоюдный процесс Выбор работы, да, и работодатель И, ну, соискатель Начальники мне сплошь Как на подбор попадаются, как отец Они даже внешне немного похожи А знаете, о чем это говорит? А вы с отцом не закончили еще, потому что Да, я знаю А хотите, чтобы начальники были другие С ним надо закончить Что вы хотите сейчас? Я не понимаю, я так Нет, давайте поговорим Давайте У вас есть хоть какая-то потребность Общаться с отцом? Да, я несколько раз в неделю вспоминаю о том Что, наверное, стоило бы как-то с ним наводить контакт Извините, а я еще чуть-чуть запомню, буквально 30 секунд Тут есть еще второй фактор То, что он изменял всегда Заселял закладную установку То, что, ну, я неудачник Я рука задой Я не стою и так далее Я сейчас пытаюсь свой бизнес Но я понял, что раз начальникам не получается Надо что-то свое Вы знаете, давайте так У меня куча препятствий Я помогу вам Но через 2-3 минуты У нас есть еще секунд 30, да, хотя бы? Попробуй начать Потом мы сделаем первый На 2 минуты Если я не успею, я продолжу Очень интересный звонок Во-первых, спасибо вам огромное Теперь, почему вы вроде бы отца послали А проблему не решили? Потому что это все про эмоции Это от обиды Это не решение проблем Это вообще никакого конструктива Теперь Чтобы решить эту проблему Вы можете позвонить папе Если вы уже перестали, так сказать, бояться Что будет продолжение Этой детской истории Сказать, папа Во-первых, вы можете извиниться Если хотите сказать Я погорячился Но тем не менее Хочу тебе сказать вот что Я готов с тобой нормально общаться Если ты начнешь разговаривать со мной с уважением И считаясь Если нет Даже не пытайся сейчас что-то сказать Потому что тогда, значит Мы не будем общаться Я, как и обещал Через пару минут продолжу Когда вы кидаете трубочку И считаете Что вы так разобрались с родителями А вот там подклад чуть потешил И разобрались с родителями Ничего не происходит Почему? Обида Агрессия Ярость Это не решение проблемы В этот момент, конечно, вы крутой Вы посылаете папу Вы посылаете маму Вообще всех родственников Но Вы продолжаете быть обиженным человеком Более того Люди, которых вы посылаете Все равно сильнее вас Почему? Они заставляют вас страдать И пока они заставляют вас страдать Они всегда эмоционально И психологически сильнее А я говорю вообще о другом Вы не бросаете трубку Вы никого не посылаете Вообще не кричите Вы очень ласково говорите Дорогие Люблю И когда вы сможете нормально общаться Как здоровые, адекватные люди С уважением Не критикуя Не залезая в мою жизнь Особенности Я этого не прошу Не давая мне советы Которые мне не надо Не рассказывая Что я неправильно воспитываю детей Вы посмотрите Как вы своих воспитываете Что я не так готовлю Не так убираю У меня не та жена Муж у меня вообще урод И так далее А когда вы будете говорить Так как вы говорите с ровестиками Например То я с удовольствием Продолжу отношения Это абсолютно спокойный Ровный разговор Где никто не кидает трубки Теперь Родители Они же как дети Особенно пожилые Вы сказали Они не услышали Папа сорвался Вы говорите Папа Ку-ку Пока Ласково-ласково Папа что-то чувствует Не то происходит Через там месяц Пытается еще раз Еще раз сорвался У меня была такая смешная история Я когда работал в 90-х годах Психологом Ко мне часто братва приходила Консультации У них были деньги Ну солнцескин Приходили Как-то я помню Какой-то авторитет пришел Но он не авторитет А авторитет с этим матом не ругается И он Ну сначала там Здравствуйте Михаил Меня зовут Сергей Бла-бла-бла Потом раз Через 10 минут Миш И дальше Такой мат прямо Говорю Дорогой Сергей У нас осталось 46 минут Вы как хотите Проблемы ваши будем решать Или учиться русскому языку Ой Извините пожалуйста Мне сродно Он тоже нечаянно Уже не нарочно себя так ведет Почему я об этом вспомнил Потому что Дорогой слушатель Ваш папа Не нарочно так вел себя Ваш папа Не в ротик Зачем например Ему нужно было вас опускать И говорить Что у вас руки не оттуда растут Потому что он так поднимал Свою самооценку Он не мог получить Напрямую уважение На перед отцину Он пытался его как-то задеть Опустить Чтобы хоть через это Что-то получить Неудачная попытка Поэтому Папу тоже можно Поджалеть Что он такой невротик Что он не может нормально Жить Нормально общаться Тем более с детьми Со своими И так далее И когда вы поймете Что вы взрослый Уверенный в себе человек А у вас водители Это пожилые люди Слабые люди Вы поменяетесь с ними местами Но это требует Терпения и выдержки Это я так понимаю У нас звонок Похоже на звонок Уже не похоже на звонок Поехали дальше Дарья и Сургута Добрый вечер Михаил Я сбито с толку Как общаться с родителями Спокойно Дружелюбно И радостно Я всегда подавлена В их компании Так это У нас опять Накрылся телефон Да В их компании Видимся очень часто Они активно Помогают нам С детьми Но Часто после этой помощи Я эмоционально измотан Все обострилось у нас Именно после рождения детей Мне 33 Они навязывают свое мнение Критикуют любое мое решение В отношении наших детей И прр Спасибо Сначала на звонок Он у нас То работает То нет Поэтому Потом Дашенька Обязательно вам Сургута отвечу Добрый вечер Добрый вечер Михаил Одни мужчины Первый раз со мной такое Как вас зовут Меня зовут Сергей Я из города Екатеринбурга Мне 31 год И у меня Как сказать Такая жизненная ситуация Я не могу сейчас Общаться с мамой Потому что она Очень активно Пытается Ну как Советовать Не как жить Вот А в жизни У меня сложилась ситуация То что я сейчас Ну В очень сложных Отношениях Со своей супругой То есть мы не живем Уже около года Так И она постоянно мне Советует То есть Как мне нужно поступить То что вот Это Моя судьба Я вот От нее Сейчас вот Отдаляюсь И так далее А вы маме сказали Мама Давай смени пластинку Я не хочу На эту тему говорить Да Говорил А мама говорит Не могу молчать Как сказал Толстой Нет Кто там Сказал Бунин Не могу молчать Да Что-то мама Она не говорит Так Она просто продолжает Мама Ну вот Давай возьмем Вот этот Да Вот у нее такой пример Вы говорили Во-первых Говорить надо Один раз Не надо повторять Каждый раз Одно и то же Потому что Это похоже На какое-то уже Нытье Мама Мы так Говорить Не будем Точно Дальше Мама же Звонит Правильно Сердце же не камень И начинает Эту тему И тут вы говорите Ласково-ласково Мама Слушай Мне надо бежать Пока Ну так Без хамства Без бросания трубы Уверяю Через месяц Мама будет Не узнать Можете так Делать Да Я именно так и делаю Но дело в том Что сейчас Соцсеть очень развит И у мамы У меня Владеет Ватсапом Так Вот И она Посредством Ватсапа Мне последний раз Присылает Я не помню Уже стихотворение Вроде там Насколько я помню И вот там В конце концов Подытоживается То что вот Освободить нужно Своё сердце От отряда И всё такое Блокируйте Ватсап И с вас это раздражает Чем проблема-то Вопрос С мамой Общаться-то С мамой хочется Вот смотрите Вот это вы сейчас Перешли ко второй Очень тяжёлой проблеме Самая тяжёлая Это на последней лекции Была история о том Что мама со мной Не разговаривает Уже два года И у меня уже едет крыша Почему? А вот Детский страх Он и остался То есть Когда мама Не разговаривала С тобой в детстве Когда тебе было Пять лет Ты этого жутко боялся Ты очень по этому поводу Переживал И сейчас Когда тебе сорок лет А мама продолжает Так же манипулировать А я вот Раз ты так с матерью говоришь Я вообще общаться не буду И мама такая крепкая Женщина оказалась А вы вот такой Типа взрослый Мужик сорокалетний Взяли и поплыли То есть Вы не выдерживаете Того что мама С вами не общается Это страх И как только Вы начинаете Обслуживать свои страхи Я сказал в начале программы Какой главный страх Да Что конечно мы можем Еще 10 лет не общаться Но когда она умрет Я буду всю жизнь Думать о том Что я 10 лет С ней не общался Вот это и есть страх Вот этот страх Нужно преодолеть А притом Вы же мамой Как бы не лишаете общения Говорите Мама пожалуйста Давай общаться Но только веди себя нормально Веди как мне нравится Мне нравится вот так И так Вот эту тему Мы не поднимаем Мама конечно Поубивается Поубивается Как ты с матерью говоришь Ты что хамишь матери И так далее В конце концов Испытывает такую же потребность В общении с ребенком Она будет общаться Главное Вы не должны бояться Что она не будет общаться Страх собственно Рушит все попытки Повзрослеть А до тех пор Пока вы не повзрослеете Вы многие вещи Будете решать С позиции пятилетнего ребенка И собственно Есть проблема Когда не решены Отношения Так Теперь я обещал Вернуться к Даше Возвращаюсь к Даше Даша Минимум Что вы можете сделать Не попросить Ваших родителей Сидеть с вашими Детьми И уходите с работы Нанимаете няньку Берите детей с собой Но когда вы Что вы делаете Вы говорите Они активно Помогают нам с детьми Но После этой помощи Вы измотаны Потому что Как говорится Кто девушку ужинает Тот ее танцует А они сидят с детьми Они вам рассказывают Как надо правильно воспитывать И родину любить Вас это бесит Да не обращайтесь К их помощи Добрый вечер Алло Здрасте Первый женский голос Здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Ольга И я наверное Не буду очень долго рассказывать Я просто скажу То что у нас с мамой Такие отношения Что я не могу К сожалению сказать Что я ее люблю Так И В равной степени Наверное Как и она Ко мне Отпустится Чрезвычайно ровно Наверное Беда в том Что она Насколько я себя помню С самого детства Никогда меня Ну вот Знаете Как принято Не приласкала Не поцеловала Не назвала доченькой Но я не одна У нее еще есть Брат мой младший И вот Вся как-то Любовь досталась ему Но я ни в коей мере Его не ревную Но дело в том Что с матерью Сложились такие отношения Что она например Моим успехом Никогда не радовалась А если происходила Какая-то беда То она всегда Бладовольная Говорила то Что вот Я же говорила Я же говорила Да И вот эта радость Она вот так и идет Сейчас через всю жизнь Мою И ее радость вернее Но ей уже 73 года В чем ваш вопрос? Мой вопрос в том Как бы так сделать Чтобы отношения наши Хотя бы Каким-то образом Потеплели Хотя многие шаги Ей навстречу Я делала Я именно вот К ней прихожу И мы разговариваем с ней Так как вы только что Рекомендовали А зачем вы это делаете? Для того чтобы Наверное Как-то к ней приблизиться Все-таки Потому как То есть такая потребность Есть У меня есть А вот у нее Я такой потребности Не вижу Рассказываю Очень сложная история Но из нее тоже Есть выход Это трагедия Для ребенка В любом возрасте Когда он Никак не может Завоевать любовь Своих родителей Вот они такие Холодные люди Черствые люди Не эмоциональные люди А еще брат младший Родился Вот к нему Другое отношение И ребенок В любом возрасте Хоть ему 80 лет Он все время думает О том Ну как же Ну можно что-нибудь Вообще было сделать Чтобы мать все-таки Была со мной помягче И тянется Ну это как бы понятно Это здоровое желание Тянуться к родителям В чем здесь проблема Проблема в том Что желание завоевать Любовь родителей Откладывает жуткий отпечаток На жизнь Потому что Такие люди Обычно любят те Кто их не любит Они создают Именно невротические отношения Им надо завоевать Ну как бы чувство Как бы заставить Другого вот Такая же женщина Найти такого мужчина Который будет Об нее вытирать ноги Но каким-то образом Вот как-то Как сказала сейчас Лена Приблизить Приблизить себе Это к сожалению Очень грустная история Ее очень непросто решать Потому что вам надо Вынуть из себя Вот это Патологическое потребность Чтобы мама Хоть в каком-то возрасте Обратила на меня внимание Это Это очень сложно Но это реально Работает с психологом Самим Это как правило Не удается Смотрите В чем здесь Собственно проблема Если вы Каким-то человеком Это не ваша мама Просто общаетесь И у вас Вот вы считаете Что он к вам плохо Относится Вот к другу Сережа Он хорошо относится А к другу Лени Хуже Вы с ним просто Общаться не будете Даже отношения Не будете выяснять То есть Когда вас не задевает Когда это не такая Сокровенная Детская психотравма А простое Простые отношения Не знаю На работе Друзья Она не хочет общаться Да ради бога Никогда меня не поддержит Мне такой друг Не нужен Всем пытается Меня топить Говорит Я же тебе сказал Что у тебя ничего не получится Я вообще с ним не буду дружить Вот с людьми так получается А с родителями не получается Вам надо решить эту проблему С родителями Теперь Второе Что вам очень поможет Мама ненарочно Это делает Как и папа По моему Сергей Который Все время Пытался Опускать Соловик Они это делают Не специально У них нет цели Нагадить детям Они Люди Не очень адекватные Невротичные С жуткими комплексами С неуверенностью С попыткой Все контролировать А мама Последняя женщина У нее еще хуже Проблема У ней Или подавлено Или Неразвитые эмоции Вообще То есть Она никак не может Проявить Свои чувства Это большая проблема Не смысл Она не любит Конечно она любит Американцы умудрились Вообще Сделать нереальное Они рассказывают Ребенку Которого нашли На помойке И вырастили В детском доме Что мама Его конечно же Любит Почему Во первых Она его родила В течении 9 месяцев Она могла 100 раз Сделать аборт Но она этого Не сделала И она страдала Вынашивая ребенка Любимого Желая его родить 9 месяцев Она его родила Она дала ему жизнь И за это Мы любим мамочку Мы ей благодарны А ребенок Говорит Вы че дебилы что ли Я же вам объясняю На помойке нашли Чего вы мне впариваете А на помойке люди ходят Мама как знала Куда положить Чтобы тебя кто-то нашел И оказалась больным Человеком И не смогла тебя Воспитать Мы сожалеем Добрый вечер Алло Алло Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Светлана Да Светлана Мне 31 год И у меня проблемы с мамой Какая у вас проблема с мамой? У нас Понимаете Как бы у нас всю жизнь Складывалось так Что мы все время ругались С мамой Так Это было Ну еще когда я была маленькая То есть в школе училась И так далее В 19 лет Я все-таки собралась мыслями Собралась и уехала Из дома Я уехала в другой город Думаю Хорошо раз у нас не складываются отношения Там так и так Я уеду Я уехала Отношения не наладились Я вышла замуж Продолжались у нас те же скандалы Там какие-то постоянно То есть мы общаться нормально Мы совершенно не можем У нас все сводится К каким-то придиркам Каким-то Ну ругань постоянная Так Я вышла замуж Я родила ребенка Я развелась Когда я разводилась Она вроде активно начала мне помогать Я тебе с ребенком помогу Я тебе все это помогу Ну как бы не брошу тебя вроде как А вы говорите мама Да? На чужом горе счастье не построишь Да Поехали дальше Вот А первое время она пыталась мне помогать Но все опять началось Опять я все делаю не так Я не там работаю Я не так зарабатываю Я не так с ребенком общаюсь Я не так его воспитываю Я плохая дочь Я плохая мать И так далее Хорошо Мы делаем так Мама до свидания Я остаюсь одна Я воспитываю ребенка сама так Как я считаю нужным Это мой ребенок Ну и это естественно Это все на больших эмоциях Это все с большими конечно С руганью Опять же Вот Хорошо Не нравится какая я Ну не хочешь смотреть Не смотри До свидания Маму выпроваживаю Как говорится за порог Живу в другом городе Нет у нас все равно все не так Да мне видится с внуком Мы ездили к ней в гости Как-то ну Как-то более-менее еще общались Опять все не так Все не эдак Мы уже Я уже сейчас перестала Даже общаться с ней Совсем У нас уже пошли по органам опеки Какая плохая дочь Не дает общаться с внуком Я что делать Я уже не знаю Это и есть ваш вопрос Что вам делать Как мне наладить Вообще с мамой Контакт найти Вы знаете Может быть даже и никак Вот я хочу как раз На этой торжественной ноте Сделать некоторое резюме Сколько у нас еще Минуточка Две Две Прекрасно Я успею за две минуты Слушайте внимательно Друзья мои Одна из самых больших проблем Для человека Для ребенка Это принять родителей Такими Какие они есть Вот ваша мама Она реально такая Она с вами не то что Ссорится Она не пытается Но испортить отношения Или довести вас Или вывести вас из себя Она реально просто Конфликтная женщина И поэтому она себя ведет Сообразно Со своим темпераментом С психопатией И так далее Что от вас требуется От вас требуется Понимание Например Мой отец Психически больной человек У него например Алкоголизм Любимый такой В советское время Был диагноз МДП Сейчас его назвали Биполярное расстройство Это маниакально-депрессивный психоз Или он очень агрессивный Он тяжелый человек Он такой Ничего личного Он не пытается Испортить вам жизнь Он такой сам по себе Он таким Родился Воспитался Женился на вашей маме Родил вас И продолжает быть таким Ваша мама Совершенно неадекватная Тяжелая женщина С истериками С закидыванием Я не знаю Рук Вызыванием скорой помощи Закатыванием глаз И так далее Она не устраивает Вам спектакли Как вам кажется Она реально Такой Ну Невротичный Истеричный человек Да Она такая И с вами И без вас Хотя со зрителями При историческом неврозе Люди себя ведут Более активно Для чего я это все Рассказываю Чтобы вы поняли Что это такие люди Спросили себя Хотите ли вы с ними С такими общаться Не надо по-детски Биться головой в стену И говорить Ну может быть Они будут другими Но есть какие-то Волшебные меры Чтобы их изменить Кстати есть одна мера Все психиатры считают Что после 60 Всем надо давать Антидепрессанты У них какие-то Гормональные изменения Они как правило Депрессивные Так вот Но я не врач Поэтому вам С врачом посоветоваться Так вот Вы должны для себя Понять Что это данность Что вот это такие люди И дальше Исходя из этого Уже решать Будете вы общаться Не будете И так далее Но если человек болен Если он вот такой Конфликтный Агрессивный Ну какой смысл Пробивать сквозь эту стену Это его так сказать Природа в каком-то смысле Хоть и больная И патологическая Просто Просто скажите себе Могу я так общаться Или не могу Если могу То в какой-то так сказать Мере Которую вы можете выдержать И не берите на себя больше Они такие Вряд ли они будут другими Просто примите это Как данность И когда у вас было тяжело И больно в детстве Это тоже Они были такими людьми Они не могли быть другими До вторника Пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok